Здравствуйте! С вами Ефименко Наталья Юрьевна, специалист по травам, собиратель, коллекционер народных методов лечения. Я нахожусь возле овеянного легендами местного растения. Это у нас шиповник, именно с белыми цветами. В Усть-Коксинском районе его достаточно много. Он не просто с белыми цветами. Аромат белых цветов несколько ярче, чем у шиповника с розовыми цветами. И плоды, которые получаются уже осенью, они из синя-черного цвета. И поэтому у местного населения он ценится наиболее сильно. Считается, что лечебные свойства его гораздо сильнее. Но, в общем-то, данный вид используется ровно так же, как и обычный шиповник. Химические анализы мы не проводили. Может быть, здесь чуть больше, либо чуть меньше содержание витамина С, либо каротинов. Но я обычно исхожу из того, что сходные виды обладают сходными лечебными свойствами. И я когда была маленькая, я всегда смеялась над тем, что люди думают, что шиповник с белыми цветами гораздо лечебнее и нужнее. Но я потом уже, когда стала постарше, я поняла, что таким образом вообще сведения о лекарственных растениях, они добывались очень интересным способом. Конечно же, не просто это передача из уст в уста о лечебных свойствах какой-то травки, но и личный опыт и собственная наблюдательность. Ну вот, например, на Алтае здесь вот медведи, они потребляют около 100 трав и корней в пищу, а лоси более 200 трав. И поэтому любой охотник, он обычно наблюдает за тем, чем то, что едят животные, то, к чему они испытывают большую тягу, чем лечатся. Вот тот же самый моралий корень, он, допустим, ввелся в фармакологию, в использование, после того, как наблюдали за моралами. Именно по весне гон моралов зависит от того, сколько они моралево корни, в общем-то, съедят. Допустим, еще одно название у валерьянки – маунт-рава. Маунт-рава – это то, что кошки мяукали, и его вырывали, и испытывали наибольшую тягу именно к валерьянке. И чаще всего иногда вот этот опыт, он стоил жизни какого-нибудь человека. То есть однажды попробованное растение, оно вызывало смерти, поэтому я очень бережно отношусь к этим легендам и к народным названиям. Все названия, вот допустим, волчья ягода, волчья ягодник, говорят о том, что эта ягода наиболее ядовитая, так как волк, он был самый большой враг всех пастухов и местного населения. Поэтому все, что с названием волчья, это значит, оно несъедобное. Все, что с названием татарское, либо башкирское зелье, это значит, вот данное зелье может есть только вот татарин, то есть неведомый народ. Вот, поэтому, вот допустим, у нас здесь есть такой кустарник, башкирская жимолось, либо татарская жимолось. Это говорит только о том, что она похожа на жимолось, но ягоды несъедобны. Поэтому вот у нас есть такое чудо, шиповник с белыми листьями. Используется точно так же, как и обычный шиповник с красными цветочками. Ягодки и цветочки очень ароматные, поэтому собирайте.